здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики канала amazonian dream сегодня я думаю будет достаточно короткое видео в котором я хочу показать вам один самодельный девайсик который свою очередь очень сильно может упростить жизнь рядовому аквариумисту фактически такая система нужна на любом хозяйстве даже если у вас дома стоит один аквариум все те девайсы подобные которые предлагают уже китайские производители в готовом исполнении стоят как минимум два раза дороже что ж не буду долго затягивать усаживайтесь поудобнее заваривайте горячий чаек а я пускаю заставочку поехали хочу вам представить вот такую вот полностью самодельную конструкцию которая убережет ваш аквариуме ваших рыбок от удушья и от недостатка кислорода воздуха на время никогда отключает электричество плюс ко всему этот же компрессор может работать его полностью автономном режиме ну к примеру для перевозки рыб для транспортировки и так далее на дизайн этого девайса вы пока что не с не обращайте особого внимания так как это бета-версия то есть это фактически все было собрано для того чтобы протестировать как это все будет работать и конечно же здесь есть еще некоторые недочеты которые в процессе нужно будет исправить но в общей сложности и в общих чертах хочу вам показать принцип действия и именно из чего все это собрано для того чтобы при желании вы могли собрать что-то подобное у себя дома готовы такой компрессор на сегодняшний день будет стоить около тысячи гривен но грубо говоря где-то долларов там 35 40 конечно же он будет выглядеть и более привлекательно там со всякими примочками и так далее но дело в том что друзья основная фишка этого компрессора это в мощности самих моторов и в мощности самих аккумуляторов которые здесь стоят именно здесь поставлены достаточно мощные аккумуляторы которые при работе двух моторов а здесь именно два мотора вот вы видите два канала выведена вы получите время автономные работы до 12 часов чего вы знаете я больше чем уверен не сможет вам предоставить ни один компрессора который продается уже в готовой сборке плюс ко всему здесь предусмотрено очень много нюансов и сейчас я все это дело вам скрою покажу но перед этим я хочу показать вам сам принцип работы этого компрессора первый режим работы у него полностью автономный то есть вот вы видите сейчас у меня он отключен от сети вот два шланга значит включаем первый режим работы первый режим работы включается вот этой кнопкой и соответственно мы можем включить один моторчик либо два вот вы слышите до звук работает один моторчик едва то есть это первый режим работы для транспортировки рыбы фактически если вы будете использовать только один привод то вам этот компрессор проработает до 24 часов в чего ну в принципе больше чем достаточно если вы хотите продлить работу этого девайса то все что нужно сделать это просто добавить аккумулятор второй режим работы друзья это значит смотрите ну как бы все мы стыкались с явлением когда отключает электричество и больше чем на два три часа и ну тех у кого принципе маленькие рыбки и там аквариум с растениями то возможно это как бы все переносится не настолько критически но если у вас в аквариуме живет крупная рыба и свет отключили более чем на два часа и рыба начинает страдать удушьем для этого мы подключаем этот компрессор к сети вот увидите здесь я надеюсь вам будет видно здесь загорелся индикатор зарядки аккумулятора вот и этот компрессор работает сейчас в режиме включаем вот второй режим работы и он работает в режиме зарядки аккумулятора если у нас отключает свет и у нас нет дома чтобы до включить там автономный какой-то компрессор и так далее то этот компрессор включит автоматически питание от аккумуляторов и начнет обогащать воду воздухом вот мы сейчас отключаем от сети и смотрим как это все работает вот вы видите запустилось два моторчика. Опять же мы можем включить только один мотор или сразу два. И вот если у нас опять включается электричество, этот компрессор автоматически отключит подачу воздуха. Включаем назад розетку, ну как бы имитируем включение света. И вот вы видите, компрессор автоматически отключился и стал в режим зарядки. То есть опять загорелся индикатор зарядки аккумуляторов. Ну и третий, как бы вариант. Здесь вот есть гнездо, правда, это еще все не доделано. Вот там оно внутри пока что не вкручено, еще оно внутри там лежит. То есть просто включаем блок питания напрямую в сеть, блок питания и соответственно этот компрессор работает только от сети. То есть вот таких вот три варианта подключения этого компрессора. Цена такого компрессора, вот именно этой модели, около 600 гривен. Она может варьироваться примерно от 150 и до бесконечности, в зависимости от того, сколько вы поставите моторчиков, сколько вы сюда внутрь поставите аккумуляторов. То есть чем больше аккумуляторов, чем больше моторчиков, тем соответственно больше мощность и больше времени автономной работы. Вот. Ну, именно эта модель, ее себестоимость где-то около 600 гривен. И, ну, лично я считаю, если ее все красивенько доработать, да, ну, не так вот кустарно сделать, хотя доработать, чтобы это все более-менее презентабельно выглядело, то, в принципе, это намного дешевле, чем готовые уже китайские аналогы. И в то же время, как бы, есть больше вариантов нюансов, да, и вариантов возможности подключения разных. То есть три режима работы. Плюс ко всему хочется сказать, что здесь установлены литий-ионные аккумуляторы, а не никель-кадмии. И, соответственно, эти аккумуляторы и по емкости лучше, и, соответственно, они стоят дороже. Но есть нюансы с зарядкой, которые я сейчас вам покажу. Друзья, сейчас мы протестируем этот компрессор с вот такой вот шайбой. Все вы знаете, что не каждый компрессор сможет ее продуть. Вот попробуем сейчас поместить эту шайбу в аквариум и посмотрим, как этот компрессор справится со своей задачей. Погружаем и включаем кнопку. Друзья мои, посмотрите, какой результат. Я хочу, чтобы вы понимали просто, вот этот компрессор, эта малютка, и вот как она продувает шайбу, друзья. Я думаю, всем понятно, да, что мощность у компрессора достаточно хорошая за те деньги, за которые мы его собрали. Что ж, друзья, вот у меня два дешевых по 6 или там по 8 гривен распылителя. Самый обычный китайский распылитель, ничего особенного. Сейчас мы попробуем включить этот компрессор на два канала и посмотрим, как он будет распылять. Вот, друзья, какой результат. Посмотрите сами. Далеко не каждый дорогостоящий компрессор даст такую мощность продувки, прокачки. Так что вот вам, друзья, хендмейт, который работает намного лучше, чем дорогостоящие, импортные, да и китайские распылители тоже. Друзья, ну и для сравнения я хочу вам продемонстрировать работу компрессора от компании Tetra. Это у нас APS400, самый мощный компрессор компании Tetra. Для сравнения я хочу просто показать, как продувает тетровский компрессор нашу шайбу, для того, чтобы вы понимали работу. То есть, да, согласен, что немного лучше продувает Tetra. Вот, пожалуйста, вы видите. Шайба. И, соответственно, еще вот хочу показать, как обычный распылитель продувается. Вот, пожалуйста, обычный распылитель. Я не хочу сказать, что Tetra плохие компрессоры, наоборот, я многое оборудование компании Tetra приемлю и использую себя в быту, в своих аквариумах. Но, друзья мои, этот компрессор в три раза дороже, и этот компрессор не автономный. Ну и плюс ко всему, хендмейд он всегда приятнее, правильно? Итак, друзья, что же находится у нас внутри? Ну, еще раз повторюсь, что конструкция достаточно такая, скажем, это бета-версия. И здесь все еще так, вот куча проводков, куча всех вот таких делов. И поэтому все не очень-то сильно красиво выглядит. Но в общей сложности сейчас я вам постараюсь все объяснить и показать. Значит, кнопочки, две кнопочки, которые включают питание на один и на второй компрессор, и, соответственно, кнопка, которая переключает режимы работы. Здесь внутри, друзья, находится нормально замкнутый реле, которое подает напряжение от аккумуляторов на наши моторчики при отключении свес. Здесь же внутри, друзья, вот она находится, БМС-плата, которая предназначена для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Фактически, если у вас аккумуляторы некий кадмий, то этой платы вам не нужно, просто блок питания напрямую и все. Вот здесь у нас находятся литий-ионные аккумуляторы, и я думаю, все вы знаете, что они не любят перезарядки. Для того, чтобы продлить ресурс рабочих аккумуляторов, соответственно, нужна вот эта вот БМС-плата. Далее у нас здесь вот находится понижающая плата, друзья, вот она вот так вот выглядит. Эта плата предназначена для того, чтобы преобразовать с 4,2 вольта на 3 вольта. Но, по факту, конечно, она здесь не то, чтобы лишняя, но работает не совсем так, как надо, потому что она понижает работу, мощность работы мотора. Вот они здесь находятся, два моторчика. И она, по факту, должна выдавать 3 вольта, а выдают где-то 2,4. Соответственно, моторчики работают не на той мощности, на которой они должны работать. И вот, конечно, с этой платой, вот еще раз вам ее покажу, вот она здесь вот, видите, находится, вот она. С ней, конечно, надо будет еще поработать, возможно, ее заменить, ну, что-то придумать, потому что она не настраивается на 3 вольта. Вот. Ну и, соответственно, сами моторчики, вот два мотора, каждый из них 3-х вольтовый, и, в принципе, продувают они достаточно хорошо. Значит, еще раз покажу вам, друзья, два мотора, нормально замкнутое реле, которое, соответственно, и срабатывает, когда отключается электричество, плата для понижения вольтажа. Ну, вот, нюанс этой платы в том, что мы теряем не только вольтаж, а импераж, и, соответственно, из-за этого работают хуже наши моторы. Аккумуляторы литий-ионные, и БМС-плата для зарядки литий-ионных аккумуляторов. Вот она находится вот здесь, друзья. Собственно, как все это подпаяно, я думаю, схемку вы можете найти в интернете. И вот еще я говорил, что у этого компрессора есть возможность работы от сети. Вот, друзья мои, есть штекер, просто он еще здесь не вкручен, для того, чтобы подсоединять напрямую зарядку, и, соответственно, чтобы этот компрессор работал напрямую от блока питания. Что ж, друзья, вот такая вот конструкция. В принципе, ничего сложного, ничего там сильно умного и сверхъестественного. Я думаю, друзья мои, что мы еще доработаем вот этот компрессор, сделаем его более презентабельным, уже все соединим, красиво все это повыводим, поработаем над понижающей платой, для того, чтобы она работала нормально, а не, скажем так, придавливала мощность моторчиков. Ну и, соответственно, друзья, есть у меня еще вот такой вот компрессор, то есть у меня их есть несколько вариантов и несколько штук. И вот я хочу еще в этот компрессор попробовать строить нормально замкнутые реле, для того, чтобы этот компрессор в случае отключения электричества смог срабатывать от батареек, то есть которые вот здесь внутри помещаются. Если вам понравилось это видео и вы хотите видеть, как это все уже будет выглядеть в конечном результате, плюс как будет работать вот этот компрессор, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях, друзья мои. Друзья мои, я надеюсь, что это видео вам понравилось, я думаю, что оно вам будет полезным. Не забывайте благодарить пальцами вверх и делиться видео с друзьями. Также хочу попросить вас, если вам интересно уже посмотреть финальную версию этого компрессора, пишите об этом в комментариях, я с радостью в ближайшее время сниму об этом отдельный ролик. А сейчас желаю вам всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. До новых встреч и всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok